В аудиториях Рязанского государственного радиотехнического университета 160 студентов и курсантов высших учебных заведений. Молодые люди и девушки приехали из 12 регионов России. Среди них представители Калмыкии, Твери, Самары, Обнинска. Они хотят сразиться в одной из крупнейших рязанских олимпиад, проверить свои знания в области физики и математики. Побудил участвовать в тяге знаний. Решал различные задачи с различных других олимпиад. Тем самым осуществлял подготовку. Ежедневно после обеда решал задачи много вариантов прошлых годов олимпиад. Занимались в кружке каждую неделю. За 4 часа участникам 7-й межрегиональной физико-математической студенческой олимпиады предстоит решить 13 задач. Среди них есть как задания с повышенной сложностью, так и нестандартные, требующие творческого подхода. Олимпиаду важно проводить для того, чтобы ребята, которые проявляют способности, ну в данном случае в области математики, они могли бы себя реализовать. Они могли бы реализовать, раскрыть свои способности, ну а дальше, чтобы они были замечены. Потому что те, кто в этих олимпиадах участвует, те, кто добиваются результатов, дальше в жизни они, конечно, тоже востребованы очень. Поэтому мы стараемся создать возможности, чтобы эти ребята реализовали себя в дальнейшем. Олимпиада проходит в личном и командном зачетах в двух номинациях – студенты первого курса и студенты со второго по пятый курсы, включая магистров. Свои команды выставили сильнейшие технические вузы России, поэтому результат предсказать практически невозможно. Победителем прошлого года стал студент первого курса Рязанского государственного радиотехнического университета. Ван Тин родом из Вьетнама и по-русски говорит с трудом. Но это не помешало ему находить правильные математические решения. Я тоже смотрю формулы, задачи в интернете. Математика – это мой хобби. Сейчас экспертная комиссия обрабатывает результаты. Победители станут известны в течение недели. Стоит отметить, что Рязанская олимпиада является вторым туром Всероссийской студенческой олимпиады, заключительный этап которой пройдет в сентябре в Ярославле. Мы сотрудничаем с 2007 года после того, как они первый раз к нам приехали. И мы обмениваемся опытом. Я каждый год почти приезжаю и наблюдаем. У них уровень все растет и растет, и примерно так же, как у нас проходит. Я надеюсь, что это перейдет к Рязани, к Рязанскому радиотехническому университету. Я очень надеюсь. Я даже об этом писала в министерство. Участники, показавшие наилучший результат, станут претендентами на премию имени Георгия Николаевича Шуппе, ученого с мировым именем. Заслуженный деятель науки и техники России, он также является основателем специальности физическая электроника в Рязанском государственном радиотехническом университете. Около 30 лет Георгий Шуппе преподавал в УЗИ. За это время он подготовил более 50 кандидатов и докторов наук. А теперь его имя вдохновляет студентов на решение сложных физико-математических задач.